Эта картина, поющая над вселенной. Я её нарисовал через много лет, после того, как я испытал вот этот вот контакт с Вечностью. Я потом долго не мог, но боялся вспоминать этот контакт с Вечностью, потому что это произошло в момент моего наивысшего напряжения, когда несколько суток самолёт не улетал, зима. Это было давно, я был молодой-молодой. И мы приездили в аэропорт, возвращались из аэропорта, и не спали поначалу. Погоды такие были нелётные. И вот я у своего друга профессора Королёва в его квартире на 14 этаже, в комнате, которую он у меня поселил на эту ночь, перепив сухого вина, а мне вообще сухое вино нельзя, оказывается, было пить. И в этот момент какой-то, в этих диких напряжениях, я стоял у окна на 14 этаже, и смотрел вниз, уголок белого снега внизу, очень далеко. И мне вдруг показалось, в этом диком напряжении, что меня может потянуть туда. Я, естественно, испугался и сказал себе «назад». И в этот момент меня опрокинуло, прижало к полу, разверзлось. Неодолимо, непоколебимо. Там даже мысли о том, чтобы двигать рукой или ногой не было, невозможно было, потому что меня прижало и держало. До тех пор, пока я вдруг не затих, не успокоился, и мгновенно исчезло. Да, со всем своим мироизданием. Я много лет не мог понять, что это такое, и боялся это вспомнить. Но в ту ночь, в ту ночь, я потом, ну, после этой ночи утром, я вдруг обнаружил в себе, что я проснулся, а у меня здесь на плече рубец. Ну, я захожу в комнату, там лежит Станислав Ванч. С бородкой к ленишкам, газету читает спокойно. Я ему говорю, Станислав Ванч, а это что такое? Он говорит, а ты чего, ничего не помнишь? Я говорю, нет. Он говорит, а ты выйди в коридор, посмотри, что ты там сделал. Я выхожу в коридор. Я помню до этого, что там стоял телефон, там висели цветы в горшочках. От телефона только провод валяется. От этих горшочков земля по полу, цветов вообще нет. Нет вообще ничего, кроме этой пыли. Я ему говорю, а что это такое? Он говорит, ты вчера вышел из своей комнаты белый. А я, говорит, сижу спокойно, с девушкой ночью по телефону разговариваю, а ты мне говоришь, оно есть, оно есть. А я отмахиваюсь, а ты меня схватил, говорит, за грудки, поднял вот так вот, поднял и стал мне это вколачивать. Что ты, мол, по телефону с кем-то разговариваешь, когда оно есть, оказывается, есть. Ну, я, говорит, был вынужден защищаться, вот. Я говорю, боже мой, это что, вы шутите надо мной, что ли? Он говорит, да нет. Ну, если тебе грустно, иди вешайся. Ну, это человек такой, который все повидал в жизни, разведчик бывший, там 20 лет где-то работал, там кому-то в Индии ноги помыл, а тот от того, что так был растолгот, что ему белый человек ноги помыл, ну, тот был больной, тот его решил помочь, лечиться там как-то. Всю жизнь на него потом работал. Ну, короче говоря, такой опытный человек. И ему мое поведение не показалось каким-то диким. Наверное, он видел такие подобные случаи много раз. Ну, по-разному поводу. Но факт тот, что я никак не мог потом прийти в себя от этой неожиданности. Я-то человек, как по канонам таким обычным формальным неверующий. Я атеист. Я вырос в семье атеистов. Хотя моя бабушка и дедушка молились. Но я вырос в эпохе, когда я был советский человек. Еще тогда молоденький. Потом я с ужасом вспоминал это все, вот как это произошло. Боялся вспомнить, потому что это было настолько неожиданно. Вдруг разверзлось, тебя свалило, держало. И в этот самый момент, когда тебя держало, возникло такое ощущение, что оно не должно было тебе открываться. Вот у него такая энергетика, что оно тебя спасло. Одновременно проявляясь, оно не должно было проявляться. Но из-за того, чтобы тебя как-то вот в этот момент урваны как-то, чтобы ты уцелел, вот как-то открылось одновременно. Но вот это все вдруг, мгновенно, вот это все в мозгу. И с этим я живу много лет, и боялся вспомнить, что это такое. И потом, значит, поскольку я психиатр, и поскольку я занимался психологией, я постепенно, постепенно, отходя от этого случая, приходил к пониманию, что это, конечно, было такое. Вот если бы меня это состояние захватило полностью, в этот момент, пикового напряжения, ну, я бы потом ходил, наверное, со знаменем и всем говорил, оно есть, оно есть. Ну, такой, как это называется, инсайт там, или еще как-то. Ну, в тот момент, постепенно я через годы пришел в себя, написал стихотворение, меня пронзила бесконечность, разумность жизни, беспредельность, во всякой точке постоянная, непроявляемая, и проявилась вмиг кто-то рваный, чтобы я мог уцелеть. И вдруг исчезла со всем своим мироизданием, во мне оставив вечный след. С чем я встретился с таким? С собой? И с космосом каким? Оставив это в вечной тайне, не размышлять о том, что это было, и в диалог не дотянуться. Непонятно, что это было, то ли я столкнулся со своим бессознателем, который на самом деле я потом думал, Господи, а ведь много раз в жизни у меня было ощущение, что я как бы живу, ну, как бы на виду. я в школе, например, не мог без разрешения чужой резинки взять, или авторучки, мне всегда казалось, но я такой честный парень. Вот, может быть, у меня бессознательное такое было, и хорошо, что именно в этот момент кризиса, я понял потом, как психиатр, хорошо это меня полностью не захватило, иначе бы я был такой. И очень хорошо, что я в этот момент увидел свет, а не крыс там, чудовище и прочее, что психиатр еще, оказывается, была здоровая, что я в момент крыси увидел свет, а не черноту какую-то. Ну, это меня потом радовало, успокаивало, что я психически здоровый человек, но по сути я понимаю тех, которые в таких вот моментах видят какие-то подобные явления, что заставляет их думать. А что это? А я думаю, что это? Это структура Вселенной. Структура Вселенной, которая в моем бессознательном тоже в этих же законах единых для всех, а не только для избранных. Потому что законы природы едины для всех, и в момент кризиса произошло явление, явление произошло какое, на мой взгляд, как специалиста. явление на пике напряжения, максимального напряжения, я тогда, глядя вниз с 14 этажа, испугавшись, что меня может потянуть туда, сказал себе мысленно назад, и это развязалось. То есть, это получилось. Я много лет гипнозом занимался, экспериментально, и клинически, и на эстраде, и так далее, и хорошо понимаю, что, как разворачиваются команды в гипнозе. Вот человеку в гипнозе скажешь, что через 5 минут наденешь пиджак, а он через 5 минут начинает ходить туда-сюда по комнате, потом он подходит к стулу, потом он берет пиджак, надевает его, спрашиваешь, что ты его надеваешь, он говорит, что ты холодный стал. То есть, он себе как-то это обосновывает. Так вот, когда я на пике напряжения сказал себе назад, вот эта команда реализовалась как гипнофазия, реализовав себе вот этот сценарий, который оказывается вечно во мне. У меня есть это мироощущение, вот эта вселенная, мирознание, что есть элемент разумности вселенной, не в том смысле, что там голова есть, душа, сердце, руки, ноги. Нет, это вот как раз таки вот эта вот бескрайность, беспредельность, она и есть разумность в том смысле, что в нас она заключена как механизм бессознательного устройства нашего мозга и на пике напряжения оно как раз таки, ну короче, это долго рассказывать, я потом как-нибудь расскажу, что такое. А сейчас я вам просто рассказывал такой маленький рассказ, что эта картина называется «Поющие во вселенной», которую я потом, вспоминая это свое соприкосновение с вечностью, когда меня пронзила бесконечность, ну я потом ее рисовал, рисовал, и вот мне надо было сделать эту бесконечность, беспредельность и человека, ну людей, «Поющие над вселенной». Ну уж это венец, как говорится, о природе, Астасий Королев, да, интересный был человек, удивительный. Так что вот этот весь рассказ называется «Поющие над вселенной» или «Зубы» профессора Королева. До встречи, друзья! «Поющие над вселенной» Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...